здравствуйте эта программа тема дня в студии дмитрий нечаев и сегодня у нас очень интересная тема очень актуальная сегодня мы говорим о здоровье наших питомцев тех за кого мы все с вами в ответе ну всем известно что помощь братьям нашим меньшим должна быть оперативной полноценной и эффективной и сегодня мы говорим с теми людьми которые как раз оказывают такую помощь готовы оказать такую помощь это представители одной из самых известных нашем регионе клиник это знаменитая клиника барс давайте познакомимся сегодня у нас все руководство этой клинике значит ирина редина директор ветеринарной клиники барс здравствуйте анна дроздова уже не первый раз в нашей программе принимают участие главный врач ветклиники и екатерина скородумова специалист по связям с общественностью тоже ветклиники барс здравствуйте дорогие участники давайте сегодня я уже так подозреваю что у нашей аудитории очень много вопросов будет потому что сейчас наступила и смена нескольких периодов времени года наступило тепло это всегда традиционно возникают какие-то проблемы плюс у нас такие программы не часто вот в таком составе вообще впервые у многих и другие проблемы возникают с братьями меньшими кстати говорят очень актуально вот даже несмотря на то что у нас сейчас все новостные ленты забивают тема понятно какая распространение пандемии коронавируса тем не менее многие западные издания кстати российские тоже зафиксировали то что как раз вот в этот период когда как заказалось бы всем до себя резко возросла продажа зоотоваров и также растет число обращений к ветеринарам то есть люди по-прежнему думают о своих питомцев по-прежнему продолжают о них заботиться ну и давайте им дадим возможность сделать это более целенаправленно более квалифицированно может быть у кого-то какие-то вопросы отпадут а может быть кто-то наоборот задумается что не пора ли показать своего четвероногого друга ветеринара чтобы ему оказали помощь квалифицированную ну давайте начнем с руководителя ирина расскажите пожалуйста вот ваша клиника на сегодняшний день действительно у многих на слуху она очень известная я например как владелец животного не раз обращался расскажите вот как вы пришли к тому чтобы у вас уже несколько представительства есть нашем городе каков был ваш путь мой путь в ветеринарию от владельца я не являюсь ветврачом я являюсь владельцем я истинный собаколюб у меня всегда и живут собаки и я пришла к тому что это было в 2010 году что в городе твери нет ни одной на тот момент достойной клиники которая могла показать помощи животным я сама столкнулась с тем что я была вынуждена нестись ночью в белый клык в москву приехал туда просто была поражена тем что какой уровень уже на тот момент то есть это 11 лет назад момент какой уровень клиники был в то время у меня появилась мечта открыть клинику в твери такой же путь практически проходил тоже у меня также был я правда ранним утром тоже несся на красную пресню москву чтобы там вот вылечить питомца вам удалось достичь этого уровня там действительно очень высокий уровень мы практически приближаемся к тому уровню единственное конечно у нас город маленький и специалистов тяжело подбирать квалифицированных специалистов я считаю одним из самых больших достоин из самых главных достоинств нашей клинике это наши специалисты это грамотные люди до имеющие практически все высшее образование постоянно повышающие квалификацию которые действительно любят животных стараются помочь вот это самое главное все остальное купить технику оборудование это может наверное каждый сейчас сделать взять кредиты какие-то еще но техника без людей она не работает как известно анна вы согласны с ириной что вот в основе всего лежит действительно сострадание любых животных или ветврач он должен быть просто вот такой просто качественно выполнять свою работу или все таки это надо с вдохновением делать ну вот вы как главный врач клиники как у вас отношения врасплох это удивительно вы еще не определились с вашим отношением к животным почему я очень люблю животных но все-таки врач должен более с холодной головой трезвым разум подходить к приема животных к осмотру животных лечение же потому что если мы будем включать все наши эмоции все наши чувства всю нашу любовь к животным мы просто сгорим мы потом будет жалко просто да там резать здесь ну какой-то цинизм на самом деле это не так это владимир на лука на самом деле девочки мальчики очень любят животных просто и частенько приходится мне даже с ними воевать с этой любовью потому что того мы не можем усыпить того мы не можем отдать того мы не можем то того мы не можем все на самом деле нас очень много до отказников сидит стационаре целая клиника именно об этом мы еще обязательно поговорим уже такой в завершающаяся сейчас на самом начало программы давайте тогда поговорим еще вот такой важной вещь который мы уже анонсировали в начале мы сказали о том что сейчас но я так понимаю в связи с тем что закончилась зима период холодов наверное происходит рост числа обращений традиционно обычно когда наступает весенний летний период люди приходят с какими-то проблемами расскажите пожалуйста у вас такое действительно тоже происходит больше стало обращение вы знаете я бы хотела отметить что в последнее время люди более ответственно стали относиться к животным в целом поэтому сказать что прямо только весной обращаются всю зиму все сидят спокойно нет сейчас люди уже ушли от того что животное само там как-то переболеет что-то там моему водки дадим она выздорове нет люди сейчас занимаются лечением здоровьем животных но период весенний да конечно травматизм животных возросся всякие коты выпадают из окна собаки попадают под машины какие-то меж животными происходят стычки дал какие-то взаимоотношения поэтому потом конечно очень инфекционные болезни проявились то что в зимний период немножко притушены сейчас это проявилось и опять же пероплазмоз у нас на случайного доложила за он начался даже раньше чем обычно начался уже в середине февраля а что это за заболевание давайте может быть не все знают симптоматику это действительно опасно это очень опасно для животных если не лечить пероплазмоз у собаки закончится процент летальным исходом откуда он берется это кровопаразитарное заболевание передающиеся при укусе клеща то есть если животное не обработано сходили в лес на речку погулять сняли клещи или там нашла как побывали с сняли клещей и смотрят то что через два-три дня животное вялый отказ от еды высокая температура нужно обращать внимание еще на цвет мочи моча как правило становится темного цвета такой цвет темного пива вот это как правило это прям классические признаки перплазмоза лечится перплазмоз довольно таки банально и легков введением там 1 1 2 раза препараты против перплазмоза но он довольно таки токсичный просто ково водить конечно нельзя это не просто витамины побочные побочных эффектов особо сильно не бывает бывает очень много побочных эффектов именно по при заболевании перплазмозом в первую очередь anemia нам мы очень часто льем переливаем кровь животным владельцы там сами ищут у других собак, доноров, мы переливаем кровь. И это почечная недостаточность. С почечной недостаточностью бороться очень-очень тяжело. Как правило, острое состояние. Мы пытаемся как-то стабилизировать животное, но зачастую им требуется гемодиализ. Гемодиализ у нас проводится только в Москве. Это очень дорогостоящая процедура. То есть далеко не каждый человек себе может позволить. Ну и тем более, в принципе, поездка в Москву сейчас в данной ситуации затруднительно, как минимум, в связи с ограничительными мерами. Ирина, скажите, пожалуйста, вот тот спектр медицинских услуг, ветеринарных, которые предоставляет ваша клиника, действительно сопоставим с тем, что может столице дать? Или мы сейчас еще только в хвосте плетемся? Нет, мы приближаемся. Я хочу сказать, что мы стоим на том же уровне. На сегодняшний день нет понятия, ну, во всяком случае, в нашей клинике нет понятия ветеринар. У нас нет ветеринаров. У нас есть ветврачи. У нас есть ветврачи-терапевты. Какая разница? Подождите, давайте определимся в дефинициях. В дефинициях. Ветеринар, он лечит все. Он лечит животное, вот оно все, и мы его рассматриваем как единое целое. А ветврачи, они уже идут, дифференцируются. Да, у нас мы стараемся уже ветеринарить на более узкие специализации. Ветеринария приближается к медицине. Поэтому у нас есть ветеринарные врачи-терапевты, ветеринарные врачи-кардиолог, офтальмолог, дерматолог, эндокринолог, даже есть врач-реабилитолог. Поэтому понятие ветеринара, оно у нас немножко ушло. То есть это позволяет на более высоком уровне, более детализированно оказывать ветеринарную помощь? Конечно, конечно. Просто врач, который привык... Всего знать невозможно во всех областях. Вот мы все-таки повторю свой вопрос. Мы хотели поговорить о том, какие виды помощи, ну, может, такой непривычный для людей, которые 10 лет назад обращались за помощью. Вот я, например, 10 лет назад, мне нужно было собаке сделать биопсию. Я нигде в Тверской области этого не смог сделать. Можно ли это сделать сейчас? И какие еще виды такие, ну, может быть, экзотические ветеринарные помощи сейчас оказывает ваша клиника? Мы об этом обязательно продолжим говорить после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Самое главное, самое интересное в нашей программе буквально через одну минуту. Я еще раз приветствую нашу аудиторию, всех тех, кто только что подключился. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о такой очень важной теме, как здоровье братьев наших меньших. Сегодня у нас в студии уникальные специалисты, одной из лучших в нашем регионе клиник ветклиники Барс. Это руководитель клиники Ирина Редина, директор ветеринарной клиники, Анна Дроздова, главный ветеринарный врач и Екатерина Скородумова, специалист по связям с общественностью. Все они представители ветеринарной клиники Барс, одной из самых известных, самых лучших в нашем регионе. И мы начали говорить о том, что вот в вашей клинике в частности оказываются такие виды ветеринарной помощи, которые еще лет 10-15 назад просто было невозможно получить. Мы говорим о том, что растет культура владения животными, что люди уже более подходят внимательно к здоровью питомцев. Ну и, соответственно, возрастает потребность в более детализированной, более специализированной ветеринарной помощи. Но это о каких видах можно говорить? Я сказал, что биопсии, например, не было лет 15 назад в нашем регионе. Как с этим сейчас? Биопсия, скорее всего, лет 15, она может быть и была, не было возможности провести ее, скажем так. На сегодняшний день ветеринарная клиника обладает полным спектром для диагностики животного. То есть это УЗИ-аппараты, это эхо сердца, это опять же биопсия. Мы имеем возможность поставить, ну как говорят специалисты, почти специалисты ветеринарные, поставить датчик и ввести иглу именно в нужное место и взять биопсию из нужного органа. А в то время, когда вы говорите ни о каком УЗИ, конечно же, не было и речи, и возможности, естественно, тоже. То есть у нас есть УЗИ-аппараты, мы выполняем эхо сердца, у нас есть цифровой рентген, очень высококачественные снимки мы получаем буквально за секунды. Мы приобрели эндоскоп, то есть мы вовсю начинаем делать эндоскопические операции. Я надеюсь, что мы в ближайшее время освоим лапароскопию, для животных. А давайте поясним нашей аудитории. Не все знают, что это такое лапароскопия. Лапароскопия? Ну, это, наверное, Анна Владимировна больше. Ага, ваш выход. Что такое лапароскопия? Это когда делаются операции, это не такой инвазивный метод. Малоинвазивный. Да, малоинвазивный. То есть делается не такой большой разрез. То есть мы даже можем провести диагностику, если, допустим, нужна диагностическая лапаротомия животных. То есть делается довольно-таки большой разрез, и мы там уже смотрим все руками, глазами. И непосредственно, что происходит с органами животных. А здесь мы можем просто зайти эндоскопом, брюшную полость и просмотреть все органы, кишечник, почки, печень, селезенок, в каком состоянии уже, соответственно, вынести какой-то вертик диагноз. Также взять ту же самую биопсию. Мы можем при проведении эндоскопического исследования. А вот эти малоинвазивные вмешательства хирургические, они полностью могут выполнить те же функции, что при больших разрезах допускается? Или это так ограничено? Ну, зачастую, да. Но это, конечно, очень высокий уровень. А, это сложнее, да? Да, это, да, конечно. Хотя, казалось бы, разрезать полностью живот, потом зашивать, это что же сложно. Но, тем не менее. Да, ну, такой вот здоровый цинизм врачей меня всегда очень немножко обескураживает. Но, тем не менее, я понимаю, что вы профессионалы, конечно же, делаете то, что полагается. Вот я хотел еще задать вопрос вашему представителю по связям с общественностью, сказать, Екатерина. Да, вот мы сейчас сказали о том, что растет культура владения животным, ну, в частности, в нашем регионе, в стране, да вообще в мире. Мир, конечно, уже цивилизованные страны далеко ушли по этому пути. Действительно, вы замечаете такое, что сейчас владельцы животных стали более внимательными, что они уже, ну, как-то, уже не приняты к животным относиться как вещи. Уже сейчас у нас в Конституции будут закреплены права животных. Ну, это, наверное, правильно. Действительно ли есть вот такая тенденция, что люди стали, ну, к своим братьям меньшим относиться, ну, в общем-то, как к равным тоже живым существам, способным испытывать те же схожие эмоции. Там страх, боль, радость. Очень большое количество людей сейчас и в нашем городе относятся именно так к своим питомцам, как действительно к члену семьи и отслеживают прям состояние здоровья, состояние питомца. И если, например, есть какие-то рекомендации, там, кардиологические, да, то есть к кардиологу нужно обращаться раз в год и обязательно приходят и обращаются. Если есть какие-то показания к сдаче анализов, там, периодических, также, там, да, там, это кровь, показатели почек, например, люди приходят и сдают и отслеживают состояние питомца, здоровье. Также то, что касаемо, там, пероплазмоза сейчас. Действительно, у нас также и аптека есть в ветеринарной, в клинике. Люди приходят, приобретают средства, даже действительно, несмотря на сложную ситуацию, которая сейчас вот в стране, там, в городе, люди приходят, люди обрабатывают животных. Конечно, есть те все-таки владельцы, которые считают, что пройдет все самостоятельно, что обращаться не надо обрабатывать, а зачем, мы же раньше не обрабатывали. Все равно какой-то процент этих людей остался. Это люди с таким ретроградным мышлением. Это да, им очень сложно объяснить что-то и доказать, когда они только видят уже вот это состояние животного. Как правило, такие люди очень долго выжидают. Они ждут день, два, три, четыре. Они теряют время и приносят животных очень в тяжелом состоянии. Вы знаете, я поделюсь своим опытом в этом плане. У меня есть, в общем-то, неплохие люди, они так нормальны к животным. Это тот случай, когда простота хуже воровства. Когда они сказали, а что собаке разве нужно чистить зубы, когда-то там с возрастом, они так удивились. А потом, когда я им сказал, что у меня мой пёс, ну, первый у меня был, к сожалению, скончался от онкологии, они сказали, что у собак рак может быть разве? Есть такие. Он даже у мухи может быть. Везде, где есть клетки, там, в общем-то, может быть, они были очень поражены, под таким впечатлением ушли. А вообще, вот если мы считаем, что животное здоровое, это, наверное, в первую очередь к Ане вопрос. Вот, ну, полностью здоровое животное. Вообще надо показывать ветеринару? Или пусть живет, пока не заболеет? В любом случае, ежегодный осмотр врачом происходит. Что он подразумевает? В первую очередь вакцинация. То есть животное приводится на вакцинацию. Мы, как правило, всегда осматриваем животное. Это измерение температуры. Мы в рот залезем, животное уши посмотрим. То есть это входит уже в осмотр перед вакцинацией. Он, на самом деле, занимает очень малое количество времени. Иногда даже владельцы считают, что мы не осмотрели. Они просто не понимают то, что когда мы пощупали животное за 2 минуты и заглянули во все ему там отверстия, что мы, на самом деле, получили очень большое количество информации. И, соответственно, таким образом мы сможем выявить на той же самой вакцинации о том, что нужно почистить зубы, что у животного есть отит, что животное страдает ожирением. То есть вас спрашивают. Мы можем выяснить, посмотрев, допустим, ваше животное не кастрировано, а вы посмотрите, а вы знаете то, что ваше животное криптор. То есть хороший криптор. То есть это когда один семенек остается в брюшной полости и не опускается в мошонку. Такие животные, как правило, должны подвергаться кастрации в обязательном случае. Соответственно, и это мы можем выявить. То есть какие-то такие мимолетные ситуации, мы можем на банальной вакцинации все это выявить. А вот если говорить о разных видах животных, то мы знаем, что у некоторых есть определенные предрасположенности. Например, у определенного вида собак, пород, есть к дисплазии предрасположенности. Это можно выявить как-то, что называется, на глазок? Как правило, сами владельцы уже, если владельцы заводят больших собак, они уже знают, как правило, об этом заболевании и даже приходят и спрашивают, а можно ли сделать снимки для дисплазии, там, БРКФ. То есть они даже знают, что животное, это нужно вводить в наркоз для того, чтобы он полностью расслабился, потому что там делается под определенным углом определенное положение на рентгене. И у вас тоже в этой клинике можно такое сделать? Да. Ирина, а какие вот, может быть, экзотические животные, мы сейчас говорим, кошки, которые, к сожалению, иногда падают с балконов, мы сказали, собаки, это понятно, но это, наверное, основной процент, да? А какие-то были вот случаи, может быть, каких-то необычных питомцев вам приносили? Конечно. Расскажите об этом. У нас были черепахи, вот совсем недавно латали панцирь, черепахи делали рентген. Латали панцирь? Да. Или собака погрызла черепаху, нашла девушку. Мы гипсом загипсовывали, чтобы там терки заводить. По-моему, черепах погибло, все равно. Да, черепах погибло, к сожалению. Был декоративный, на моих глазах, был декоративный лисенок. Рысь у нас была. Рысь была, да. Рысь была, да. Ну, мы не имеем специалиста по кроликам. По экзотическим животным, да. У нас нет специалистов. Да, очень мало обращений с этими животными, поэтому смысла большого нет учить кого-то в этом направлении. Ну, если вдруг вам принесут вот сейчас ноги питоны там какого-то, или там какой-то, сразу нет. Ну, почему? Анна Владимировна, у нас с удовольствием УЗИ сделает. Анна Сергеевна любитель больше. Она очень любит специалистов. Да, она очень любит экзотических животных. Виктория, а какое ваше отношение вообще к тому, что люди заводят экзотических животных? Ну, сейчас и диких животных, те же лисят, рысят, медвежат. Как вы к этому относитесь? Я достаточно положительно к этому отношусь. Единственное, ну, что следить за их состоянием здоровья, за ними в принципе, почему нет? Потому что, знаете, какие часто ситуации возникают касаемо не кошек и собак. Очень часто приносят диких животных из леса. То есть ночью, мы же круглосуточно работаем, ночью привозят сову, лису, ежика. То есть мы ехали, мы сбили, помогите. К сожалению, мы вынуждены отказать не только потому, что это не кошка и не собака, а потому что животное может иметь заболевание, такое как бешенство. То есть мы вынуждены отказать. Люди расстраиваются, иногда ругаются, не понимают, почему мы им отказываем. Не потому, что мы не хотим лечить, или не потому, что мы не хотим помочь. А именно потому, что это может быть опасно. Поэтому, наверное, если появилась такая возможность, мы ко всем обращаемся и просим. Если вы сбили, если вы задели машиной, если произошла такая ситуация, понятно, что жалко, понятно, что хочется помочь животному, но это просто стоит, может, жизни человеку. Ну, можно же, наверное, того же ежика взять, положить в коробку, где-то на самоизоляцию его отправить, пусть он там сидит. Лучше не брать. Помыть руки. Лучше не брать, лучше не трогать, да. Ну, в общем, это дело... Лучше не сбивать, вот так вот. Компетенции, совести каждого сбившего виновника. Ну, действительно, наш регион неблагополучный, насколько я знаю, по бешенству. А вот те вакцины антиарабические, которые делаются, они в полной мере защищают животных? Да. То есть у вас не было... Делаются ежегодно, конечно. Ни одного случая, чтобы, как это медики, ветеринар говорят, пробивание вакцин не было такого, да? Нет. Были случаи подтвержденного бешенства, но животное не вакцинировано. Были случаи лептеспироза, но, опять же, животное было не вакцинировано. А что можно порекомендовать всем тем, у кого собаки, допустим, в деревнях живут? Это тоже делать вот это... Обязательно. Возить в крупные какие-то центры, где есть ветклиники. На самом деле, можно даже самостоятельно сделать. Ну, во-первых, от бешенства вакцинируют государство. Бесплатно, да? Да, бесплатно. Ветеринарные врачи государственных клиник, у них есть определенный план, и они выезжают и бесплатно вакцинируют животных, отмечают паспорта. То есть бешенство, это как отчинаж, его нужно делать обязательно. По поводу инфекции. Да, конечно, инфекциями болеет. Даже в деревнях собаки живут инфекцией. Мы сами приезжаем из города в деревню, привозим с собой и своих животных, может быть, невакцинированных, и на обуви, и на всем, чем угодно. Мы можем привезти любую инфекцию, и собака может заболеть. Поэтому, конечно, надо животных вакцинировать. Ну, идеально, конечно, привезти в клинику. Но не всегда это возможно. Ну, есть же ветеринарные аптеки, которые продают вакцины. Можно проконсультироваться, соблюсти все температурные режимы и сделать вакцину даже самостоятельно. А что вы скажете, наверное, к вам, как все-таки врачу действующему ветеринарному, такой вопрос. Что вы скажете об эффективности таких методов профилактики бешенства у диких животных, когда им раскладывают какие-то приманки? Не работает. Не работает. Это уже доказано. Еще даже когда училась в академии, это было доказано, то, что поступление терапической вакцины через рот не работает, разрушается все в желудочно-кишечном тракте. Только инъекции? Да. Ну, к сожалению. Поэтому, наверное, так и не удается это победить. Но сейчас действительно есть такой рост? Или, например, лет 50 назад? Сказать о том, что есть рост, я не могу. Но случаи у нас периодически фиксируются. Может быть, просто выявляемость больше стала? Возможно. Возможно, больше ответственности у людей. То есть, если у нас есть животное с подозрением на бешенство, или, допустим, животное погибает у нас в стационаре, и мы подозреваем, что животное бешенство, как правило, владельцы очень ответственно к этому относятся. Они везут животное на вскрытие, на гофедстанцию, и там уже получаем результат. Ирина, а вот если провести статистику, с чем чаще всего обращаются люди, какие случаи чаще всего сейчас, в последнее время, которые не зависят от времени года, что чаще всего случается с животными? Это, наверное, вопрос к Анну Владимировне. Она стоит на приеме. Что тогда, вот вы нам поясните, что чаще всего приводит людей с их питомцами в ветеринарную клинику? Что это травмы, или какие-то там профилактические осмотры, или это какие-то там инфекции? С чем чаще всего? Очень сложно сказать, на самом деле, с чем больше всего приходят... Ну, топ-5 вот такой. Инфекция. То есть у кошки, собаки, кошки с панликопенией, собаки с паровирусным энтеритом, которые очень тяжело поддаются лечению. У котов это мочекаменная болезнь, это острая задержка мочи. Это, как правило, это очень даже сезонное заболевание. Это весна, осень. Ну и, соответственно, в другие времена года тоже они приходят с острая задержка мочи. В Новый год у нас очень много острая задержки мочи, в 1 января. А с чем это связано? Ну, возможно, это связано там больше даже не с задержкой мочи, а это идиопатический цистит. Это когда происходит громадное количество фейерверков, гости, звуки, и животные очень сильно стрессуют, и у них очень часто это все приводит... Именно кошки. Именно кошки. Да, кошки вообще волшебные, такие инопланетные существа. С кошками очень сложно, на самом деле, работать. У собак, мне кажется, в какой-то мере все попроще, чем с кошками. С инфекциями у собак попроще, в отличие от кошек. Змеи сейчас, наверное. Сейчас, да, очень много покусанных животных змеями. У нас вот сейчас лечится кот один. Очень тяжело. Но мы все-таки предполагаем, чтобы укусила змея. У кота просто с половины живота слезла кожа. Вот мы сейчас пытаемся, да, залечивать все это. На него слабо положительная динамика идет. Собаки приходят с распухшими мордами после того, как поиграют со змеей. Владельцы, на самом деле, считают то, что, ой, смотрите, как здорово, как прекрасно. Да, очень весело. Он играет со змеей, а потом они мчатся в клинику за 100-150 километров и приезжают, когда у животного уже просто громадная распухшая морда. А вот, кстати, что нужно? Змеи, это мы, в первую очередь, имеем в виду, наверное, гадюк, да, обыкновенный, который у нас распространен в нашем регионе. А что нужно действительно делать, если все-таки такое несчастье произошло, и потом, наверное, зависит от того места, которое укусила змея, да? Ну да, но они, как правило, кусают в область шеи змеи. Они же играют с ними носом, то есть, что, как правило, куда змея может, ну, либо в нос они кусают, либо в шее. Ну, на самом деле, довольно-таки неплохо все поддаются лечению. А что делать это, в первую очередь? В клинику ехать, обратиться в клинику, конечно. Мы делаем противовоспалительную, противошоковую терапию. Она очень хорошо помогает, если они успевают обратиться. Вот, а сколько нужно времени для того, чтобы... Все по-разному, все зависит от того, какой размер животного. Какая змея, куда укусили, какое количество ядов преснуто. То есть, бывали случаи, когда просто не успевали маленького Йорка. По-моему, в прошлом году у нас... Там чихуа маленькая была. Маленькая чихуа в центре города змея укусила. Змея укусила, они... Да, да, в центре города люди принесли ее вот-вот прям, вот укусила, и они добежали до нас, и вот прям на руках она умерла. Маленькая-маленькая совсем собачка. Ну, то есть у крупного животного больше шансов, да, от этого излечиться. Вообще-то, конечно, удивительно, что в центре города... Был дело, да, в прошлом году. Может быть, ее тоже кто-то принес. Потому что предстоящая из леса до полного... Ну да, в прошлом году не такое количество змей было. Ну, сейчас теплая весна у нас была, ранее вернее. И даже говорят, что уже в январе первые змеи были в нашем регионе, появлялись. Ирина, я хотел еще вот о чем поговорить. Помимо того, что очень важно квалифицированно, грамотно, оперативно вылечить животного, есть еще такое понятие, как реабилитационный период. Очень важно за ним грамотно ухаживать. И я знаю, что это и раньше была такая проблема. Ну, раньше, я имею в виду, там, даже лет 15-20 назад, ну, пару десятилетий. Но о том, чтобы положить, например, собаку в клинику, чтобы за ней там ухаживали, ну, как-то даже это было странно себе представить. Сейчас вот, в общем-то, ну, такая достаточно насущная потребность, достаточно реальная. Необходимость. Необходимость, да, полная. Поэтому я-то первый раз тоже, опять же, в столице столкнулся с тем, что вы предложили собаку положить стационар. Я, конечно, так вот был опешил. Но сейчас знаю, что уже в нашем регионе вы можете тоже такую услугу предоставить. Для чего это нужна, в чем ее необходимость? Ну, во-первых, я хочу сказать, что в нашей клинике это практически единственный стационар, большой стационар, круглосуточный, с круглосуточным пребыванием животных и мониторингом состояния животного именно ветеринарными специалистами тоже круглосуточно. Заявлено несколько стационаров по городу, но вот именно вот в таком формате не работает никто, мы работаем одни. Мы можем единовременно принять до 15 больших животных, больших собак, то есть это единовременно. И в районе 20, ну даже если поднапрячься, наверное, до 25 кошек. Ну, мелких, даже не кошек, а мелких животных. Да, толщина. Ну, не всегда у нас, конечно, бывает такая загрузка, бывает и пустой стационар, а бывает так, что мы просим, обзваниваем владельцев или там приют наш любимый, забрать животные, потому что нам просто некуда положить животные, которые более тяжелые. В чем преимущество? Преимущественно в том, что у нас всегда в стационаре работает ассистент. Ассистент ветврача. Все наши ассистенты имеют высшее образование, это или начинающие доктора, ну или по смене получилось, что они... Поэтому человек там находится круглосуточно, и он видит всех животных. Он меряет, там начинает температуры, давление, там следит, мониторит полностью состояние. У нас вот эти инфузионные терапии проводятся, ну, как правило, капают инфузоматами, это более новые технологии, чем вот эти старые... А что такое инфузоматы? Инфузоматы — это прибор, который можно выставить определенную скорость и прокапать определенное количество раствора за определенный момент времени. То есть мы рассчитываем по весу животного, сколько животных потеряло жидкости, какая-то гидротация, что необходимо, и уже с помощью этих инфузоматов это на самом деле очень удобно. Более точные, наверное, дозировки, да? И точные, и более для организма, более щадящие. Особенно для которых сидят почечные недостаточно. То есть капают сутки, капают сутки под наблюдением ветеринарного специалиста. Я видел, что это подобное, это такой небольшой боксик, и в нем шприц как-то кладется, да, и вводится. Действительно, потому что когда мне сказали, что там был очень маленький животный, какой-то грызун был, я в одной из клиник видел, не в Твере, и когда нужно было ему там какие-то там 2 мл в течение 2 часов ввести, просто ни один человек шприцом это вот так вот не будет 2 часа сидеть и вводить. Поэтому, конечно, меня это очень поразило, когда там это все регулируется, ну, компьютером, электроникой вводится. Да, уже сейчас. У нас тоже такое есть, да? Да, конечно, у нас практически все инфузионные терапии проводятся инфузоматами. Даже большим животным это удобно, это более качественно, более современно. Опять же, приборы для подогрева растворов, то есть нельзя вводить холодные там, как раньше поставили пузырек, как бы, вот кому-то нужно подогреть. Ведь у нас есть кислородные камеры, они есть, кислородные камеры есть в стационаре, есть кислородная камера в хирургическом отделении, где мы можем подстраховать. В обоих клиниках есть концентратор кислорода, что очень актуально в наше время. Это что-то вроде вот этого ИВЛ человеческого? Нет, не совсем. Нет, не совсем. Ну, а функция для чего кислорода? Функция через маску дышать кислородом. И если маленькое животное, то это помещается в кислородную камеру, туда нагнетается кислород. Если большое животное, то через маску ему непосредственно надевают маску на морду. И дышит кислородом. Такого это просто фантастика. На самом деле сейчас операции, которые проводят наши врачи, я, слава богу, так из-за угла иногда вижу их, это мало чем отличается от операции для людей. То есть часто используется наркозный, газовый наркоз, наркозный аппарат. Понятие интубации, которое сейчас знают все вместе на фоне ковида, для наших врачей это норма. То есть животное интубируется. Это искусственная вентиляция легких? Нет, это просто ставится эндотрахиальная трубка на всякий пожарный, потому что во время операции может случиться все, что угодно, если друг животное перестанет дышать. ЭВЛ у нас нет, из-за ЭВЛ у нас работают ассистенты. То есть мы дышим в мешок амбума, подключаем к кислородному концентратору и стоим, дышим за животное какое-то определенное время, пока у него не восстановится свое спонтанное дыхание. Интубация это что такое? Подача в кровь непосредственно кислорода? Нет, интубация это как раз постановление эндотрахиальной трубки в трахею. Для того, чтобы была подача кислорода. Действительно, я думаю, что не все клиники, особенно в каких-то глухих районах, могут такую предложить помощь. У нас мы всех интубируем, независимо от какой операции. Нет, я в целом имею в виду набор тех услуг, которые вы предоставляете. И при этом у вас постоянно идет какое-то развитие, насколько я понимаю. То есть у вас все равно есть какая-то мечта, что-то, может быть, еще внедрить и применить? Или это уже предел совершенства? Постоянно приходят какие-то мысли. А вот это нам надо, очень надо. С оборудованием мы как можно. Особенно, когда я приезжаю с какого-нибудь обучением, мне обязательно что-нибудь надо. Ирина Викторовна, конечно, так всегда отпускает учиться. Поскромнее, а не поскромнее. Я говорю, хорошо, я постараюсь. А учиться где это обучение? Проходит в столице или за рубежом? Нет, я езжу учиться в Санкт-Петербург, в Москву, на курсы, на конференции мы постоянно ездим. На конференции вообще Ирина Викторовна говорит, конечно, ты езжай, но денег я тебе не дам. Потому что мне, как правило, я хожу по выставке на конференции, мне нужно это, это, это и это. Нет, не на конференцию денег не дам, а для закупок, на конференцию, потому что такое многообразие. Но на самом деле оттуда приводится очень много литературы, и потом на основании уже привезем литературу, мы уже анализируем, и еще что-то внедряете, да? К нам, да, это более, поступить более рациональным способом. Ну и девочки тоже, и кардиологи учатся, и левтомологи учатся, вот у нас эндокринолог учился 3 месяца. Екатерина, хотела такой еще вам вопрос задать. Мы с вами поговорили о том, что растет культура владения животными, то есть люди, ну, как мы сказали, более внимательно относятся к животным, уже стараются дифференцированно какие-то корма им покупать различные. Кто-то за, кстати говоря, какие вот на ваш взгляд лучшие, это вечный спор, сухие корма готовые или так называемое естественное живое питание? Знаете как, наверное, корм, он хороший корм. Вот давайте начнем с того, что это хороший корм. Касаемо там вискоса, китикета, как, ну, говорят, мы кормим кормом. Каким? Китикет. Все, вопросов нет. Мы не будем сейчас марки называть, мы будем показывать, что премиальный класс. Китикет, мне кажется, это такое общее название всех кормов, которые вот... Если кормить хорошим кормом, он действительно сбалансирован, да, и как бы животному практически больше ничего не требуется. Если кормить натуральной пищей, никто ничего против не имеет. Это тоже хорошо и здорово, но это нужно делать правильно, это нужно изучить. Это действительно, мне кажется, целая наука, как правильно натуральной пищей кормить животное. И очень часто вот то, что касаемо, мы сейчас говорили, там, да, проблем, с которыми сейчас обращаются к нам, вот в этот топ 100% входит это отравление. Отравление, шашлычки, например, да, вот сейчас все нам на майских на шашлычки съездили, и пошло вот это вот. А что не так с шашлычками? Ну, шашлычки нельзя, к сожалению, животным. Мы все понимаем, что это вкусно и здорово, но жирное мясо... Людям можно, животным нельзя. Людям можно, конечно, ну, мы абсолютно разные, абсолютно по-разному устроены, и животным... То есть вот там сырочек, например, вот сырочек мы любим давать, очень наша собачка очень любит сырочек. И в какой-то момент желудок собачки не выдерживает там, да, и вот... Натуральное питание, оно должно быть правильно сбалансировано, то есть должно быть и молочка, ну, там, если это молочка, то она должна быть, там, например, кефир, да? Не более 1% и все, то есть вот жирный творог, вот это вот молочко. Молоко из-под коровки, это вообще классика в деревне. Молоко из-под коровки, да. Что нельзя давать молочко? Нельзя давать молочко. А как же вот это еще с детского сада знакомая картинка киска, лижет молочко из миски? Это что это было? Ну, прямое нарушение. Раньше киски без вакцинации не болели, раньше и лечили, и водки, да, никто не думал. Раньше никто не задумывался о том, что когда из 10 кисок одна-две пропадает, а потом новые котята появляются, то есть, ну, никто особо сильно не заморачивался подсчетом количества своих животных у себя в деревне. Ну, это правда, мне кажется, до сих пор есть такие сними. К людям-то проще относились. А вот я все-таки вопрос-то вот как бы хотел задать. Мы сказали о том, что культура, да, безусловно, растет, просвещение растет, особенно в городах, в крупных городах. А что касается вообще вот желания владеть животным, как вот по вашему наблюдению, больше ли сейчас стало собак, кошек в наших городах? Или люди как бы в трудной ситуации стараются минимизировать свои расходы, свои заботы, хлопоты? Нет, ну, не скажу, что минимизировать прям, мы такого не заметили, наверное, что минимизировать. Ну, то есть, число клиентов, пациентов в данном случае, оно остается стабильным, да? Сейчас, да, стабильным. Ну, какой-то период, наверное, был, да, вот, когда первую неделю было, там, вот, садили на карантин, на самоизоляцию. Нет, ну, это понятно, это объективно. Я имею в виду, что вообще вот численность животных в городе, как вы считаете, она стабильна или она сокращается, увеличивается? Не сокращается, нет, увеличивается. То есть, люди все больше... Иннозначно увеличиваются, берут, да. И очень много людей, которые готовятся, то есть, они прям морально готовятся, они изучают, что к чему. Это очень правильно, я хочу сказать. Это очень, да, это очень важно. То есть, чем больше вы знаете, тем больше вы интересуетесь, тем меньше, наверное, будет проблемы. Вот это точно. Я вот тоже очень люблю животных, но у меня было за всю жизнь так, чтобы на постоянке всего две собаки. И когда меня спрашивают мои знакомые, вот мы хотим купить собаку, вот я первое, что я начинаю делать, это отговаривать их, заводить собаку или кошку. Я сразу начинаю рассказывать про финансовые расходы, сколько это стоит, чтобы качественно содержать собаку. Я сразу рассказываю про хлопоты, про выгул, про возможность, невозможность ездить в отпуск куда-то, куда оставить все вот эти. И когда я называю примерно там 8 или 10 таких конкретных причин, почему не надо заводить собаку, многие начинают, ну, как говорится, чесать репу и думать, нужно ли это делать. И только те, кто на все эти вопросы смог ответить, те, кто большинство из них смог решить, ну, остальные, может быть, какие-то нерешенные там с помощью родственников решают, например, оставить кому-то животное на время. Вот только тогда самые упертые заводят животных, но редко разочаровываются. Вы сказали о том, что у вас возникает иногда такая необходимость, ну, вот чьи-то, так сказать, проблемы, чьи-то грехи расхлебывать. Действительно вам приводят животных какие-то... Я бы хотела немножко ремарку к вашему предыдущим словам сказать, что у нас есть возможность зоогостинице, и если вам необходимо будет уехать и куда-то оставить животные, просто просим. И не только вас, но и всех жителей Твери в том числе, когда пандемия закончится, начнется период отпусков, и мы с удовольствием примем ваших животных, и вы будете спокойно отдыхать в то время, как животные будут под круглосуточным наблюдением именно ветеринарных специалистов. Если что-то не так, значит, где-то подстрахуем, подхватим. А о каких животных идет речь? Речь идет о кошках и собаках. Кошки и собаки? Боих размеров. Главное, чтобы не было агрессии. И вакцинировать. Да. И у нас есть ряд условий, они на сайте все озвучены. Ряд условий, чтобы животное было вакцинировано, чтобы прошло осмотр ветврача. Ну, как правило, мы всегда находим какой-то компромисс. Или берем на гостиницу, или берем на стационар. Может быть, пока человек отдыхает, мы берем на стационар и подлечиваем это животное. Находясь под контролем, оно еще и лечится. То есть, всегда можно найти какой-то вариант, чтобы отпустить человека отдохнуть. Человек отдыхает, потом животное как новенькое возвращает. Это здорово. А как вот это происходит, действительно, содержание? Например, крупной собаки мы по максимуму возьмем. Потому что маленькая собака, это понятно, там приложение к дивану, там она лежит. А вот крупная собака, как она? Где сидит? В клетке? В клетке есть большой вольер. У нас есть несколько больших вольеров под больших собак. И у нас есть даже постоянный любимец, мне кажется, который к нам приезжает. Да, огромный Анинфаундлен, который приезжает к нам стабильно несколько раз в год. Он чувствует себя как дома уже. Ну, это как бы не к тому, что мы кого-то выделяем, там, да, кого-то больше любим, кого-то меньше. Нет, мы всех стараемся любить так же, как их дома любят, там, и кормить, там, как вот дома кормят. Если нужно что-то скорректировать, что-то там подсказать, то тоже советуем, всегда рассказываем владельцам, что лучше. Это любовь взаимная? Вам не страшно к Ньюфаундленду заходить в вольер? Нет, нет, вы что. Это с ним абсолютно взаимная у всех. Им не страшно ни к Корне Корса заходить, ни к стафашистскому тюрьеру, никому не страшно. Они, по-моему, никого не боятся. Можно застать картины, когда захочет стационар, а кто-нибудь из ассистентов просто лежит в клетке живот, гладит его, в то время как того капает, уговаривает. Слушайте, ну ни разу сердце не дрогнуло, когда он действительно приводит какой-нибудь Канн и Корса к килограммам 60 весом с клыками длиннее, чем мой палец. Мы сейчас смотрим, как животные на нас в первый момент встречи реагируют на них, как правило. Агрессивных животных очень мало. Вот мы сейчас работаем в условиях, в закрытом режиме без владельцев, и мы на самом деле боялись, как же мы будем работать с животными без владельцев, потому что животные держат животных своих. Я хочу сказать то, что животные без владельцев ведут себя просто великолепно. Мы крайне редко пускаем владельцев в клинику. Если животное действительно очень большое, если животное агрессивное, тогда они уже заходят непосредственно с владельцем. А так мы работаем без клиентов. А вот по вашему опыту, действительно, как вы чувствуете? Они чувствуют, что их лечат? Они понимают? Конечно. Действительно, это так, да? Да, действительно, кошки, собаки, да, действительно, они понимают. Не, но они возмущаются, конечно. Не то, что они там лапу дают, ставьте мне катетер, мы будем лечиться. Нет, конечно. Но в любом случае... Со всеми можно найти общий язык, даже с самыми агрессивными. Даже я лапу не даю, когда я хочу что-то проколоть. Так что я их очень понимаю. На самом деле, есть ряд приспособлений, так называемых, ну, там сумки всевозможные, куда можно кошку заупаковать, чтобы там осмотрить, сделать укол, сделать, зафиксировать. Мне кажется, они вообще крайне редко используются эти приспособления. Как-то у нас специалисты договариваются. Чаще это кошки, чем большие собаки. Чаще сложнее с кошками договориться, чем с большой... Вы уже сказали, что они инопланетные существа, действительно, с ним трудно найти общий язык. Я хотел чего-то о какой проблеме сказать. Я знаю, что ваша клиника такой благородной деятельностью занимается, несет такую социальную, социальную, является достойным примером социально ответственного бизнеса. Это даже, прямо, можно сказать, отдельная тема. Я знаю, что у вас несколько проектов было, ну, так скажем, благотворительных. Могли бы вы немножко об этом рассказать? Есть такое дело, да. Я, как всегда, говорю, что это социальная функция нашей клиники. Вы правильно совершенно мои слова повторили. Ну, во-первых, мы сотрудничаем с нашим приютом. Love animals, любить животных. Животные приюты у нас есть всегда. И очень тяжелые, и просто приезжающие на стерилизацию кастрацию. Мы очень плотно сотрудничаем с руководителем приюта, с Рябовой Ольгой Юрьевной, с Наташей Светов-Врачом. Влековой. Да, Влековой. То есть это наше постоянное. Есть у нас обслуживается также мини-приют. Есть и мини-приют в городе. Мини-приют. Как правило, с такими клиентами мы работаем в долг. Долги, как правило, очень большие. Но мы находим всегда точки соприкосновения и всегда договоримся. Мы проводили неоднократно всевозможные акции по снижению регулирования численности животных. Какими методами? В первую очередь, мы, конечно, в основном акции у нас идут по клип-станциям. Сейчас, правда, нет. По снижению цены на стерилизацию кастрации. То есть речь идет о гуманной регуляции численности животных? Да, два по цене одного и так далее. Мы в октябре или в сентябре заявили просто беспрецедентную акцию стерилизацию бездомных животных, именно бездомных животных, не животных, кстати, приют у нас попал туда. Приют тоже участвовал, да. Не животных волонтеров, на которые там собираются деньги. А именно вот животные с баз, заправок, с улицы, дворовая. То есть вот именно этих животных мы бесплатно стерилизовали. У нас было три животных в неделю. То есть это за месяц у нас где-то 12-15 животных было. И у нас одно животное было для приюта. То есть вот у нас было. Катя у нас занималась этим вопросом полностью, общалась. Это просто тайнический труд на самом деле. Это со всеми поговорить, фотографии принять. Отследить нужно было обязательно, что это животное не домашнее животное, что это животное не волонтерское, на которое очень часто собираются средства. А в итоге они уходят потом куда-то в какое-то другое место. Нужно было все отследить. Но в итоге мы, наверное, сколько эта акция была? Порядка 5-6 месяцев. Порядка 50 животных мы отстерилизовали, откастрировали. Это были животные, действительно, которые живут на базах, которые живут на улицах. И даже были животные, которые после бесплатной стерилизации уехали жить в дом. То есть мы периодически в соцсетях, в своих группах выкладываем этих животных, и они находят дом свой. Это животное, да, вот сейчас оно у нас на стационаре после бесплатной стерилизации, мы рассказываем о нем, и люди задумываются о том, что, наверное, надо помочь, и берут. Была белочка, вот глухая собачка с автомойки. Мы ее оставили, это было очень жалко. Мы ее оставили под клинику, в итоге мы ее пристроили. Она у нас жила в мини-приюте, потом ее взяли в Финляндии. Она пожила там немного, в Финляндии, но там у нас не сложилось. То есть она из Финляндии вернулась в Санкт-Петербург, живет в Санкт-Петербурге. А почему она не пережила за границей? Ну там безответственная владельца, и в общем-то ее забрали под лечить, и уже не вернули. Но она осталась в Санкт-Петербурге, любимец в семье, нам присылают по ней, поставят фотографии. Мы ее просто вот глухую пожалели обратно выпускать на автомойке. На автомойке она жила. Ну это очень благородно, конечно, то, что вы делаете. Я еще несколько слов об этом обязательно скажу. А сейчас я хочу сказать, что мы прерываемся на очень небольшой рекламный промежуток, после которого будем подводить итог. И всем тем, кого заинтересовала наша программа, а я знаю, что у нас практически каждый четвертый является владельцем животных, мы скажем самое главное, мы скажем о координатах и дадим какие-то заключительные рекомендации. Не переключайтесь, самое главное впереди. Итак, это финальная часть программы «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев. А в студии у меня гости, наши компетентные специалисты, представители одной из самых продвинутых в нашем регионе ветеринарных клиник БАРС. Это руководитель клиники Ирина Редина, Анна Дроздова, главный ветеринарный врач и специалист по связям с общественностью Екатерина Скородумова. Уважаемые телезрители, мы только что рассказали, и радиослушатели, мы только что рассказали о том, что клиника в том числе выполняет и такую важную социальную функцию. Вы реализовали несколько проектов социальных по стерилизации безнадзорных животных, вы делали скидки на животных из приюта, когда их обслуживали, у вас есть понимание. Я просто даже от себя лично хочу вас поблагодарить. Я в Тверской городской думе возглавляю рабочую группу по решению вопроса с безнадзорными животными. И вот наш комитет, где я являюсь заместителем председателя по социальной политике, мы тоже этим вопросом занимались. Вот, наверное, последние годы три очень плотно, очень напряженно. Но я хочу сказать, что вы именно занимаетесь самой сутью проблемы, потому что можно бесконечно строить приюты, можно бесконечно заниматься работой по лечению животных безнадзорных и так далее, но это уже борьба со следствиями. Надо бороться с причинами, с бесконтрольной репродукцией. Когда они плодятся, когда мы их вот сейчас, они не отлавливаются в последние годы, то, конечно, это очень серьезная проблема. Нужно ограничить репродукцию, если у нас пока не работают приюты. Или хотя бы вот эта программа ОСВВ, от лостерилизации, вакцинации, хотя бы что-то начинать делать в этом вопросе, иначе мы погрязнем этой проблемой. Так что еще раз вам большое спасибо. Ну а теперь, как я и обещал, мы хотели подвести итог нашей программы. Итак, мы сегодня поговорили о ветеринарной клинике БАРС. Это целый комплекс, очень продвинутый, очень современный, который оказывает в том числе и такие виды помощи, которые не оказывает в нашем регионе никто. И вот мы говорили очень много о том, как лечат животных, с чем обращаются, с травмами, с пероплазмозом, с инфекциями и так далее, и так далее. Но это же полдела, как ни странно. То есть очень важно еще и реабилитационный период животное отследить, потому что очень много проблем возникает в постоперезационный период. Вот расскажите, ваша клиника – это уникальное ветеринарное учреждение в нашем регионе, которое может именно вот эту помощь оказать, насколько она востребована и насколько она необходима. Да, в нашей клинике недавно открылся реабилитационный центр. У нас есть врач-реабилитолог. Очень часто приходят собаки, ну такие основные породы, наверное, это будут таксы, французские бульдоги, у которых есть проблемы с позвоночником. Она возникает либо просто спонтанно, случайно, животное нечаянно где-то прыгнуло, спрыгнуло с дивана. Вот происходит межпозвоночная грыжа, очень часто животные, эти породы страдают. Мы очень экстренно отправляем этих животных в Москву. Мы сотрудничаем с одним врачом в Московской области. Клиенты, как правило, туда едут с удовольствием, они уже все знают. Там проводятся операции на позвоночнике, но мало провести эту операцию, нужно дальше, чтобы животное заново научилось ходить. И именно для этого наш реабилитационный центр и открылся для того, чтобы проводились массажи, проводились на беговой дорожке животные, занимались определенные коврики. Но это уже непосредственно специалист ними занимается. Я вот хочу сказать, буквально недавно у Яны Станиславны был Йорк после тяжелой операции, и он через две недели у нее пошел. То есть вы буквально ставите животных на лапы? На лапы. На ноги, на лапы, да. Понятно. Спасибо вам за это, Екатерина. И если можно, несколько вот таких, может быть, контактов, если кто-то сейчас заинтересовался, у кого-то возникла необходимость обратиться к вам. К кому нужно, кошечки? Где вас можно найти в интернете? Где вас можно найти физически? Куда приводить животных и в какое время? У нас есть две клиники. Это на Чайковского, 23, и на Скворцово-Степаново, 38. Наша клиника на Чайковского, 23, круглосуточно работает. На Скворцово-Степаново, 38. В будни клиника работает с 10 утра до 9 вечера. В выходные с 10 утра до 19.00. У нас есть наш сайт, есть группы во всех социальных сетях, есть в ВКонтакте, на Фейсбуке, в Инстаграме и на Одноклассниках. В любой из групп можно обратиться с вопросом, написать, спросить. Также на сайте можно всегда оставить отзыв, задать вопросы, заказать обратный звонок. Наши специалисты нашего колл-центра свяжутся, запишут на прием, подскажут, куда лучше, в какую клинику, какому специалисту. Екатерина, что нужно набрать в этом поисковом окошечке, чтобы попасть на ваш сайт? Ветеринарный комплекс БАРС. И вы окажетесь там, где нужно оказаться вашему питомцу, иногда экстренно. БАРСВЕТ-РУ. В любое время дня и ночи, суток и так далее. Несмотря на вот эти ограничения по карантинной мере, вы все равно продолжаете работать? Конечно, да, мы работаем в закрытом режиме, в том же графике, в закрытом режиме. Клиника Начайковского работает... По записи. Извините. Клиника Начайковского по записи работает, да, мы не пускаем владельцев сейчас. На Скворцова-Степанова немного сложнее всего, у них меньше рук, наверное, им сложнее. У нас есть ассистенты, поэтому мы пускаем туда одного владельца, но только в маске и в перчатках. На самом деле у нас обращаться к нам совершенно безопасно. У нас первые дни буквально разработали регламент, работа, клиник. У нас разделены смены. Мы это сделаны сразу же практически 25 марта. Разделены смены, когда люди между собой, ну даже смены, вот сейчас у нас две клиники между собой, не контактируют, не общаются. И смены тоже даже, смены у нас не общаются. У нас постоянно ведутся обработки, это постоянно работают облучатели, маски, перчатки, дезинфекторы, социальные дистанции выдерживаются. То есть мы выполняем полностью все предписания Роспотребнадзора и начали это выполнять сразу же. Поэтому милости просим, приходите, это безопасно. Ну что же, спасибо вам большое за эту программу. Я надеюсь, что мы еще много раз с вами встретимся, потому что представляю, сколько вопросов возникло у нашей аудитории. Многие, наверное, хотели поучаствовать, задать эти вопросы. Мы также принимаем эти вопросы на нашем сайте, обязательно будем их переадресовывать вам. А всем я хочу сказать, берегите и себя, и своих близких, и, конечно, тех, за кого вы в ответе, тех, кого вы приручили. И помните о том, что владение животным, это не только состоит из приятных моментов, но это еще и очень большая-большая ответственность, которая в том числе подразумевает и своевременную, квалифицированную ветеринарную помощь, которую вам могут оказать ветклиники БАРС, одной из лучших клиник нашего региона. Всего доброго и до встречи.